Паузу мы немножко выдержали. Я думаю, что все, кто в этом... С пределом засеваем эти 15-20 минут уже здесь. А кто вышел за эти пределы, тот последний, кто чуть больше. Ради вас витаты на нововлечном мастере. Нововлечный мастер уже есть. Сниг на улице, я лето. Все, как моя вода. Мы начинаем традиционно с работы с налью. А за кільчих людей, что почти один из двух не знаю. Мы пришли чуть-чуть позже. Дискуссия развернула уже информацию и так далее. Мы уже все проводим, уже разрешатим. Ну, тем не меньше. Диодные люди, они нас не знают. Мы их не знаем. Мы начинаем узнать. Начинаем с лево на право, с права на лево. Вот с лево на право пошли. И вы не смогу, компания это перед Интернешнлом. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Да. Я думаю. что-то не надо. Розповись. Это будет тяжело завдать. Подготовать всех подальше. И вот тем. Да. Фирма МИДА. Финансовый директор Гева Владимир Николаевич. Андрей Востовский. МИДА. Забричит. Айтидректор. Гришко Ехер. МИДА. Инженер. Как пользуетесь. Александр Высенко. Опять же МИДА. Гаврил Сергей. Умфи. Айтидректор. МИДА. 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 Какая корпорация ППП? Селихов Александр. Айтидиректор. МИДА. МИДА. Вы услышали какая корпорация? МОТОР. 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 Андрей Очеренко. Аптекадисфекция. Айтидиректор. Среднего зала. Вова Днепр. Компания ПК. Советский МИДА. Олег Полянский. Компания Меткомфолдинг. Сапорожья. Айтидиректор. Артём Боровлёв. Компания «Быстрые решения». Владимир. Алексей Бойко. Компания СССР и Финская. Айтидиректор. Елена Васильченко. СПЕО. Уголовитель ПАСУ. Серей Бутенко. Компания «Запорожья». Директор. Компания. У вас есть Власик Максим и Зашар. В каком оператора. Асинович Отец. Директор компании «Быгинский». Аликед Айванов. Директор. Аликед Айванович. Андрей Александрович. Ну и с вами Явоз Буков Владимирович. на слайдике есть наше расписание сегодня по организационным моментом первый блок у нас управленческие инструменты после этого у нас небольшая кофе пауза дальше новинки айферлинга опыт проектов небольшой обед на обед не просто расходили много времени у нас сегодня так много времени нет потому что нам нужно вот здесь успеть до 17 часов до не так куда у нас есть верхний предел сегодня поэтому ну скажем так не очень у нас как бы все подвижно с точки зрения времени где-то может быть более жестко завершать разные дискуссии вот тем не менее после этого у нас две дискуссионных сессий каждая по часу одна про вот сорсинг много вот всегда разговаривает как смотрят на нас наши руководители на то как мы работаем на то как мы работаем и на высушенном деле ребята мы тут айтишники между собой обсуждаем александр предложил рассказать как он думает как скажем так мы выглядим глазами и капитализация автоматизация тема тоже возникла процессе обсуждения сергей сказал это я тут могу сказать что вообще ни на что никуда никак не влияет ничего не стоит что сергей нам подготовил я пока не знаю и 17 часов в бочке значит транспорт мы не заказывали и заказывали и не заказывали специально с точки зрения того что самые оптимальные пункты транспорт в бочку это пешком дойти до метро в метро спуститься и подняться в метро Крещатин прямая ветка без пробок без задержек тем более что там выходишь из метро немножко обошел там 5-4 минуты и ты уйдешь по математике нам 30 минут достаточно любой другой вид транспорта не гарантирует поэтому сделаем вот так все с точки зрения вступления поэтому передаю слово Евгению и и и Продолжение следует...